Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Меня зовут Максим Васильев, а в гостях у нас сегодня ректор Рязанского радиотехнического университета имени Уткина, доктор физико-математических наук, профессор, почетный работник высшего профессионального образования России Михаил Черкин. Здравствуйте, Михаил Викторович! Добрый день! Самая животрепещущая тема сегодня – это, конечно же, итоги приемной комиссии. Говорят, рынок образования в России, можно сказать, накрыл демографический кризис и конкурс значительно снизился. Ваш университет это ощутил? То, что в этом году были проблемы, конечно, ощутил и наш университет, и все другие вузы нашей страны. В разной мере, в разной степени, но ощутили это все. Напрямую с демографическими проблемами это не связано. Это, скорее, имеет локальный характер, связанный с пандемией коронавируса и с теми мерами, которые были предприняты. В частности, выпускники школ далеко не все и далеко не в полной мере имели возможность должным образом подготовиться к сдаче единых госэкзаменов, по результатам которых осуществлялось зачисление в вузы. Вы исследования какие-то проводили? Количество выпускников или абитуриентов, которые сдавали физику и математику, оно снизилось? Да, оно снизилось. И, к сожалению, снизилось не только количество выпускников, которые сдавали ЕГЭ, но и, кроме этого, снизилось количество выпускников школ, которые сдали ЕГЭ при достижении по результатам каждого из этих ЕГЭ требований, предъявляемых в высших учебных заведениях, подчиненных Министерству науки и высшего образования. Смотрите, какой-то парадокс получается, да? Значит, профессия инженера, она востребована, и востребованность эта растет, а ребята не сдают физику и математику. Почему, на самом деле? Востребованность инженера действительно возрастает, мы это ощущаем по результатам конкурсов, которые проводятся Министерством науки и высшего образования России по определению контрольных цифр приема. Соответственно, на технические специальности в области электроники, радиотехники, связи, информатики, количество бюджетных мест, выделенных высшим учебным заведением, в том числе и нашему ВУЗу, оно возрастает и будет возрастать. С другой стороны, да, действительно, процесс получения знаний, необходимых для того, чтобы обучаться в высших учебных заведениях, он особенно в течение последнего года сталкивался с серьезными трудностями, с серьезными проблемами. Эти проблемы нужно научиться решать. Кстати говоря, в новых правилах приема ВУЗа, которые рекомендованы Министерством науки и высшего образования, которые приняты сейчас в нашем университете, намечен целый ряд мер, которые позволяют хотя бы частично эти проблемы решить. Кроме этого, я думаю, что нам нужно усиливать взаимодействие ВУЗа со школами и города Рязани, и региона, и соседних регионов, потому что к нам поступают студенты практически из всех регионов Российской Федерации, в том числе из Московской области, из города Москвы, хотя на самом деле география существенно шире, от ближних к нам областей, скажем, Тульской или Тамбовской, до Мурманской области, Чукотки, южных регионов. Вы сказали, что школа должна быть рядом, да? Не дотягивает школьное образование? Вы проводили какие-то исследования первокурсников? Да, мы проводили исследования первокурсников. Часть из них проводят кафедры предметные, общеобразовательные, такие как математика и физика, для того, чтобы применить полученную информацию при подготовке и проведении занятий по корректирующим курсам, для того, чтобы восполнить пробелы, которые образовались в школьных знаниях по тем или иным причинам. Кроме того, мы проводили и опросы студентов, зачисленных на первые курсы, проучившихся у нас около месяца. Ну, могу сказать, что значительная часть, очень значительная часть этих студентов готовилась к поступлению в ВУЗ, к сдаче ЕГЭ с помощью репетиторов. Да, действительно, анализ достаточно больших выборов показывает, что при условии занятий с репетиторами или на подготовительных курсах средний балл по ЕГЭ возрастает, хотя я ожидал, что это будет не на 2,5-3 балла по каждому предмету в среднем, а побольше. Четверть поступивших нам студентов в этом году с репетиторами и на подготовительных курсах вообще не занимались. Это значит, что там был достаточно приличный уровень школьного образования. То есть, здесь, видимо, результаты различаются от человека к человеку, от школы к школе. Индивидуальный подход, да? Здесь индивидуальный подход. И вот для того, чтобы нам вот этот вот разброс уменьшить, думаю, что ВУЗу надо плотно работать со школами, и со школами города, и со школами всего региона, соседних регионов. Нам идут навстречу в этом плане и руководители системы общего школьного образования. Я думаю, что те меры, которые мы сейчас уже начали осуществлять, я уже встретился за прошедшие полмесяца с целым рядом директоров разных школ города Рязани. В принципе, причины тех проблем, которые возникают в школьном образовании, они всем понятны. Во многом мы думаем одинаково. И как их исправить, эти недостатки, которые имеются, я думаю, мы путем совместной работы сможем. А какая форма может быть взаимодействия между ВУЗом и школой? Есть несколько форм, например, профильные классы, есть реализация программ сетевого обучения. В каждом конкретном случае выбор того или иного варианта, он может быть разный. Но в целом, я думаю, мы с этой задачей, используя разные методики, справимся. Я думаю, еще и то, что нужно преподавателям ВУЗов и руководителям на разных уровнях системы ВУЗовской встречаться больше с родителями школьников. Я думаю, вот эти действия мы в самые ближайшие дни предпримем. Хорошо, давайте вот о чем поговорим. Я сейчас процитирую министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, а потом мы с вами поговорим об этой программе, которую, возможно, предстоит еще доработать. Для начала приведу такой факт, что РГТУ вошел в пятерку лучших технических ВУЗов России. В рейтинге национального знания мы занимаем, среди технических ВУЗов мы занимаем четвертую позицию. У Министерства образования России зреет идея новой программы, новой программы опорных университетов. Я сейчас процитирую Валерия Фалькова. Новая программа опорных университетов предполагает формирование территориальных или отраслевых академических консорциумов, объединение вокруг опорных ВУЗов других образовательных учреждений, либо по схожести направления подготовки специалистов, либо по принципу месторасположения. Дело в том, что вот эта программа опорных ВУЗов является частью программы академического стратегического лидерства. Я думаю, что в самое ближайшее время по поводу этой программы будет принято уже постановление правительства, и Миноборнауки объявит конкурс на включение в эту программу. Вы рассчитываете попасть? В конкурсе мы будем обязательно участвовать. Есть определенные пороговые показатели для допуска к этому конкурсу. Мы все эти показатели выполняем. Очень важный, кстати, показатель – это объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с предприятиями реального сектора экономики. Мы пороговые критические значения перекрываем раз в пять, наверное, по этому показателю. У нас есть основания участвовать в конкурсе, и нужно стараться в число победителей попасть, прежде всего потому, что только из тех ВУЗов, которые приняты в эту программу академического стратегического лидерства, выделяются ВУЗы, которые могут стать и становятся либо национальными исследовательскими университетами, либо национальными опорными университетами. А на что рассчитываете вы? В данном случае, конечно, поскольку мы специализированный ВУЗ, то, конечно, на национальный опорный университет, тем более, что в нашем регионе существует целый ряд крупных предприятий, для которых мы, собственно говоря, и поставляем наших выпускников. Консорциум, он уже, собственно говоря, образован. Соглашение было подписано, и соответствующими ВУЗами, вошедшими в этот консорциум, являемся радиотехнический университет и медицинский университет. Мы в данном случае просто себя друг друга очень хорошо дополняем, а в противоречии не входим, просто в силу специфики каждого образования. Система рейтингов, она всегда разная. Не знаю, по каким критериям начисляются те или иные баллы, но вот для вас какой рейтинг считается наиболее важным? В котором оценивается кадровый потенциал? В котором оценивается привлечение финансовых средств? Или количество выпускников, получивших топовые места, скажем, вернее, в топ-компаниях места рабочих? В данном случае нужно вот из чего исходить. Есть способ оценить качество тех студентов, которые к нам поступили на первый курс, используя средний балл по ЕГЭ. Этот показатель, он широко применяется Министерством науки и высшего образования. Если взять студентов-очников, зачисленных на первый курс, независимо от того, коммерческие это студенты или бюджетные, посчитать средний балл по ЕГЭ, уже о чем-то можно сказать. Но вот о чем можно сказать? Можно сказать о том, что мы зачисляем себе студентов на первый курс определенного качества. Вопрос в другом. Что получается из этих студентов через 4-6 лет? Какие получаются выпускники? Ведь можно зачислять очень хороших студентов на первый курс, а на выходе давать весьма посредственные результаты. А можно наоборот зачислять студентов с не самыми высокими баллами. Тут мы подходим уже к кадровому потенциалу. Да, это кадровый потенциал. То есть это все в комплексе поединок. Совершенно верно. И поэтому, если мы говорим о программе опорных университетов, то нужно понимать, что ВУЗ должен перед собой ставить задачу, каждый конкретный претендующий на место в этой программе, достижение как кадрового, так и научного лидерства в определенной области, в определенном регионе. Михаил Викторович, время сейчас непростое. Мы все переживаем сложную ситуацию с ковидом, и в том числе ВУЗы переживают эту ситуацию. Казалось бы, онлайн-форма обучения – это оптимальный выход из этой ситуации, но, насколько я понимаю, для инженеров работать на дистанционке, вернее, обучаться на дистанционке – не лучший выход. Дело в том, что если речь идет о техническом образовании, то сделать его полностью онлайн-обучением невозможно. Невозможно потому, что человек не будет работать с техникой, если его работать на этой технике не обучать. Если он в процессе изучения того или иного устройства не столкнулся с возникающими проблемами и не научился находить самостоятельно выходы из того или иного положения. Такое может быть достигнуто только при непосредственном контакте с соответствующей техникой. По-другому не получится. С другой стороны, да, онлайн-форма чем полезна? Если мы используем для того, чтобы преподавать в ВУЗе крупного специалиста, работающего, допустим, в институте Академии науки, работающего за рубежом, который далеко и не всегда может часто к нам приезжать, вот здесь, для того, чтобы взаимодействовать с нашими студентами, онлайн-форма является вполне перспективной, и мы ее предусматриваем в новых образовательных программах, в частности, в программе по радиофотонике. В данном случае это перспективно, особенно для студентов старших курсов, которые уже вполне мотивированы для процесса обучения. То есть, в данном случае они идут на все сознательно, и они заинтересованы в конечном результате. Вот когда такая мотивация есть, онлайн-обучение способно принести положительный эффект и унести существенный вклад в результат подготовки специалиста. Ну что ж, спасибо вам за эту такую добрую душевную встречу. Удачи вам, и будем надеяться, что в программу лидерства ваш ВУЗ все-таки попадет. С вами была программа «Городские встречи». Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова